В сполозен представленных на этой выставке веет теплом и греет итальянское солнце. Они посвящены Венеции. 50 работ, написанных акрилом, практически все, вытянутого формата, что еще больше погружает в атмосферу узких улочек знаменитого города. Зритель словно проплывает с гондольером по каналам, попадая в цвет и свет Венеции. Вход на выставку свободный, посетить ее можно до конца марта в выставочном зале галереи Винсент. Очень интересные архитектуры, каналы, лодки. Столбики, вбитые по краям, к которым привязываются вот эти лодки. Вот это все, оно как-то завораживает. Я даже не думал об атмосфере, честно скажу. Само рождается. Это естественным путем. В салоне на Старом Перекрестке выставка другого формата. Здесь пейзажи средней полосы. Именно они вдохновляют сасовского художника Александра Трухина. В основном представлены работы 2018 и 2019 года. Работы здесь нужны были немножечко разноплановые, но скорее всего больше, я бы сказал, к весне. Настроение такое весеннее, потому что все уже заждались весну, поэтому летний весенний период уже скорее преобладает здесь. А в Музее молодежного движения и репродукции всемирно известной художницы из Мексики Фриды Кало. Непростая судьба женщины нашла отражение в ее творчестве. Чудом выжившая в аварии 18-летняя девушка, именно будучи прикованной к постели, впервые попросила у отца кисти и краски и начала писать. Единственным развлечением и способом излить свою боль и отчаяние стала для нее живопись. Этот период ее жизни определил индивидуальный стиль Фриды и взгляд на мир, одновременно наивный и трагический. Глядя на работы, вот этот термин, он вспоминается – сюрреализм. И Андре Бретон, которого, собственно, и считают родоначальником сюрреализма, который закрепил это слово в живописи в том числе, но она себя никогда не считала сюрреалисткой. Абсолютно считала, что реальные реалистические работы, ну это, наверное, тоже понятно, потому что она рассказывала о себе, о своей жизни. Душевные терзания переродились в картины, на которых сильная Фрида утешает страдающую Фриду. Интересно и то, как художница тонко показала, как у нее самой нет никого, кроме нее же. Самая дорогая на данный момент картина Фриды Кала – это картина «Две обнаженные в лесу». В 2016 году полотно было продано на аукционе за 8 миллионов долларов. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».